Приветствую любителей военного ремесла! Сегодня мы посмотрим забавный матч в Ладере, который прошел совершенно недавно, в районе 4-3 ноября. И в нем принимают участие две легенды третьего Варкрафта. Это Ремайнд на Ночных Эльфах и Инфи на Заорков. Начнем с Ремайндом. Это когда-то в былые времена действительно очень сильный игрок. Он выиграл, занял первое место на Близзкон 2010 и ВЦГ 2010, что автоматически ставит его в пантеон богов в какой-то степени третьего Варкрафта. Но при этом в последние годы он никогда не выступал, он закончил свою карьеру и, видимо, в преддверии Варкрафта Ререфордж решил вернуться. За всю свою карьеру он выиграл 164 тысячи долларов, что для третьего Варкрафта просто сумасшедшие огромные деньги. И он автоматически из-за этого является одним из сильнейших игроков заночных эльфов в истории человечества. Это уже очень серьезное заявление. И, конечно же, хочется, чтобы подобные старички возвращались и начинали радовать своих фанатов. Против него действующий игрок, чемпион ВЦГ 2019 и многих других турниров, инфи, вообще его профильная раса Альянс, но при этом в Ладере он играет за орков, взял Шэдо Хантера первым героем. Вообще у него какие-то странные взаимоотношения с орками в последнее время, в том плане, что он, например, все октябрьские проквалификации сыграл за орду, и стоит только задаваться вопросом, зачем он это делал. Возможно, он выполняет какой-то челлендж от зрителей, так как он стример. Возможно, он считает, что это сильная раса, ее нужно тренировать в преддверии WGL Winter 2019. Возможно, еще что-то. Но в любом случае, за орков он играет в последнее время очень много. Но с Шэдо Хантером сейчас есть только одна валидная стратегия против эльфов, это с Питвордом. Скорее всего, мы здесь ее и увидим, точнее, мы точно ее здесь увидим. Вообще, есть еще одна стратегия через соу Шэдо Хантера, который на тайминговый подпуш приходит. То есть, берет третий, желательно четвертый уровень, идет вместе с рабочими на дополнительную базу к противнику, пытается ее сломать и потом дальше задавить противника. Суть в том, что у него есть змейки. Змейки это очень мощная способность, и ты хочешь с их помощью задавить противника, который играет через охотниц. Но так как это ремайн, так как это олдскульный игрок, он играет не по мете, он играет не так, как сейчас принято, не через Хранителя Рощи, а через олдскульного Демонхантера, охотника на демонов. И опять же, повторюсь, так как это олдскульный игрок, он не будет придумывать велосипед, он будет играть так, как он играл когда-то. А это будут, естественно, друиды-вороны. Друиды-вороны в современности, это совершенно не рабочая стратегия из-за серии причин, в основном потому что... Ну, одна из самых главных причин, на самом деле. Потому что логово орков, или землянки, как они будут называться в Reforged, получили бетон на Т2, соответственно, у них становится тип бронездания, а не тяжелая. И, соответственно, из-за этого их продавливать и убивать друидами ворона очень сложно, потому что у них магическая атака. В то время как тяжелую броню они убивают на раз-два. Ну и есть целая другая серия причин. Даже здесь у Shadowhunter, в случае чего, есть змейки. Змейки хорошо пробивают друиды-ворона. Но, в общем, будет интересно посмотреть в любом случае, потому что в современности принято считать, что эта стратегия совершенно не рабочая. На нормальном уровне, так как он играет против инфи, это определенно хороший уровень. Но, как мы видим, в любом случае, Remind хорошо пробивает своего врага, заставил его закрыться на базе. И в магазин стоит, но он далеко. Соответственно, нужно к нему подойти. А из-за этого Demon Hunter может наказать. Он может просто побить. Купил он еще тролля Берсеркера. О, как же страдает Demon Hunter. Но, в любом случае, у него есть тролль-жрец, которого сейчас убьют от этого трагедия. Нельзя было ни в коем случае его отдавать. Желательно было отвезти его куда-то. Он покупает мазь. Пытается с Demon Hunter, видимо, убить Shadowhunter. Но у него слишком много здоровья, поэтому это не удается сделать. В это время от Т2 почти сделали оба игрока. Примерно одинаково они получат ее. Его Т2. Ну, Shadowhunter нет маны. Вот в чем проблема. Блоб мана, он мог бы Хекс использовать на усомном троллей Берсеркере и убить кого-то. Ох, недоконтроль со стороны Remind. Ну, скорее всего, умрет. Да, это ошибка, конечно же. Недоконтролил микромомент. У Demon Hunter появились сапоги Скорохода, так что он теперь быстрее молнии. Но ему надо вернуться обратно, восстановить здоровье, чем он прямо сейчас и занимается. Он уже дома. Тут полные колодцы. Выкладывает мантию интеллекта, чтобы меньше маны с колодцев использовать. А в это время пользуется моментом Shadowhunter, убивает одного из магов-отступников в центре и получает кольцо защиты плюс 3. Учитывая, что он берет Питворда, это хороший предмет, хороший артефакт, потому что у Питворда как раз единственное, чего ему не хватает, это брони. Плюс еще, так как эльф будет играть через Друида Ворона, то вполне... У которых есть чередейское пламя, которое может, напомню... Которое может, напомню, понижать броню, то любое кольцо защиты очень-очень эффективно. Вторым героем эльф берет нагу. Учитывая, что это игра через Друиды Ворона, это совсем нестандартно. Вот уже первые три обитров ставятся. Обычно, когда ты играешь через Друида Ворона, ты хочешь брать побольше героев, которые призывают юнитов. Второй герой стендапа стандарту, это... Именно... Неужели сможет убить? Это именно повелитель зверей, для того, чтобы он призывать кабанчиков, для того, чтобы он призывает разных юнитов, которые будут просто прикрывать Друиду Ворона и при этом наносить урон, что немаловажно. Спас все-таки Бугая, инфи. Он смог отойти, хорошо. Тут может умереть герой, или заставить его использовать в светах телепортации. Как же здесь, естественно, разваливает нага вместе с Демон Хантером. Если бы у Демон Хантера были бы сфоги, он он так в любом случае убивает. Это будет внешний телепорт, скорее всего. Очень много здоровья потеряет здесь Демон Хантер. Конечно, его тут нормально расстреливают. При этом еще закрыли все проходы. Умер Бугай. Нага вынуждена была уйти, хотя по факту могла остаться, чтобы добиться Шидоу Хантера. И в итоге обратно возвращается Демон Хантер домой. Тут уже полные колодцы. Потом все нормально. Д3 прожимается. Возможно, он нагу взялся для того, чтобы обмануть противника. Для того, чтобы сделать вид, как будто он играет не через... Не через Друиду Ворона. У Инфи. Абсолютно какой-либо разведки. Поэтому он, возможно, думает, что там все-таки стандарт какой-то определенный. Но нет. Это Друиды Ворона. Питворд своим героем вышел. Сейчас будет крепиться золотая шахта. И Эльф попытается установить здесь базу. Но у него ресурсов пока не хватает. Адепство для Друидов уже делается. Ворона, наверное, тоже самое делает еще и Орк. Каждую защиту передал Питворду. Ему еще и Когтя таки плюс 9 попадает. Ну, машина, машина. Определенно. Чем он сильнее будет прокачиваться, тем сильнее он будет. Тот герой, который очень сильно с каждым уровнем усиливается. Возьмем там третий уровень. Будет огромный сплэш. 65%. Он будет просто вырезать Друида Ворона. Светочок в случае чего тут есть. База будет установлена. Манти-утилекта не взял. Интересно, зачем. Случайно забыл, видимо. Он сейчас возьмет. Догадывается о том, что происходит. Он ставит лесопилку. Во-первых, для того, чтобы сделать Кадоя. Во-вторых, для того, чтобы сделать Безус. Бетон. Для того, чтобы как-то защищать свои логова. Доподительная база ставится очень быстро. Ну, потому что понимает, что это необходимость. А ремайнд в это время пока тянет с этим. Третий уровень. Друида Ворона первые вышли. Скоро будет Древо Вечности. И, соответственно, будет Мастерство. Мастерство сразу же заказывается. Ну, ну нет, что уже чередейское пламя не то, чтобы эффективно. У Петорда 9 брони. Скоро будет 10. С поднятием уровня, скорее всего. Так что... Будет очень сложно его убить. Урона так-то нету. Надо других юнитов строить. А для этого нужно строить другие здания. 34 лимита на 40. Орка номинально больше. Посмотрим, насколько это здесь сработает. Герои равные. 3-2. Ну, так как там есть чередейское пламя, можно попытаться кого-то убивать. И там бугаи, которые страдают от магических атак. А там есть друиды Вороны. Можно здесь что-то придумать. Хотя нет, орка врывается. Орка просто слишком много. Петорд 1 там готов все нарезать. Ну, хоть как-то разменялись троллями. Поймали здесь Демонхандра. Но у него в случае чего есть личный телепортатор. Не, возвращают с помощью жезла спасения. С помощью жезла. Он вернулся обратно. Да, делается бетон, потому что видели, что там друиды Вороны. И делаются охотники за головами. Потому что у них стрелковая атака. Они носят дополнительный урон по друидам. Ну, а пока что у них не будет, конечно, Берстеркерства. Потому что нету Т3. Но рано или поздно оно появится. Орка здесь очень много. 44 на 33. Странно, что не делает до сих пор дополнительную базу. При том, что он... А, он не знает. Ну, нет, он знает уже. Потому что тут логово стоит. Соответственно, он точно должен понимать. И желательно, конечно, отменить эту базу. И, скорее всего, у него получится. Если только враг не будет прям напрямую ему мешать. Вот так вот. Тинкер вышел третьим героем. Это очень правильный выбор. Потому что теперь есть завод. Правда, он как-то поставил его на передовой. Его сломать будет легко. Но зато он природное препятствие делает. Поднимает воздух массово вражеских юнитов. Вражеских героев. Но дом вождей в это время построится. Вот в чем проблема. Мало очень здоровья у Shadowhunter. Он вынужден отойти для того, чтобы восстановить себе здоровье. Очень хорошо контролит ремайн. Почти убитых друидов ворона поднимает в воздух. Для того, чтобы их нельзя было добить. Это хорошо. Питворд продолжает воевать. У него почти третий уровень. Достроился дом вождей. При этом есть башня. Башню уже так легко не пробить. Лимиты сравнялись, что немаловажно. Друиды ворона дополнительные подходят. Питворд очень сильно избитый. Подходит Shadowhunter. У него нету мази. Соответственно, он не может остановить тому здоровье. Но он купил банку маны. У него есть жезвопохищение маны. Так что он просто обыкновенным лечением будет пользоваться спокойно. Вот уже боя на здоровье восстановленного Питворда. Не, ну это будет очень сложно пробивать. Потому что бетон. Башню очень долго убивать. Такого как такового мощного урона нету. Можно попытаться убить рабочих. Это хорошо. Воздух поднимается. В очередной раз Питворд. Здесь, конечно, очень все сложно у эльфа. У его уже меньше. Он потерял много. Друиды ворона все-таки тот тип юнитов, который легко разваливается от чего бы то ни было. Но и орка здесь на самом деле не так уже много. Основная проблема в том, что есть Питворд. У которого потенциально много здоровья из-за лечения Shadowhunter. Поэтому он там все развалит. Если эльф будет стоять кучкой, то он погибнет. Ну вы сами видите, что происходит. Охотники за головами наносят много урона. При этом получают меньше урона. В общем, идеальный юнит в этой ситуации. Магазин убили. Это хоть какое-то достижение. Нага сейчас с помощью Жезу вернет обратно своего ключевого героя. И в итоге уходит домой. Ситуация для эльфа плачевная. Определенно. 3-3 героя. Третий Питворд. Тут 3-2-1. Он не выпил из колодцев. Но он купил отвар неуязвимости. Будет пытаться сейчас скрипт джекать. Два кодоя. Ну можно попытаться вот так вот спину до охотников за головами поубивать. Очень сильно избитый Питворд. Да, здесь многое погибает, безусловно. Но эльфу банально меньше. Эльфа слишком мало. И это основная проблема. Сложно будет воевать из-за этого. Конечно, дополнительные юниты подходят. Свитка телепортации нету. Но Жезу... А, нет, есть свитка телепортации на Наки. Да. 49 на 40. Единственное, что тут можно сделать, это как-то качать своих героев. Потому что у него их аж 3. Тут 2. Но, с другой стороны, как я и сказал, Питворд это тот герой, который очень сильно скейлится в Войт. Дополнительная база, кстати, была установлена эльфом. Так что скоро золото добычи начнется. Также проблемы с деревом будут очень легко решены у Орка. Потому что он купил Шреддера. Но продолжает крепиться в это время. Орк. Ему выпал абсолютно великолепный артефакт. Это Рог Ветров. Плюс 2 брони всем юнитам. Это очень хорошо, учитывая, что против него играют Друиды Ворона. Которые понижают броню. Так что эффективность минимальная абсолютно теперь у этих юнитов. Возможно, стоит перейти в кого-то другого. Но в кого? Ты никого тут уже не сделаешь толком. 54 на 43. Орка все еще больше. Если получится крипджекнуть Орка, когда он будет крипить вот эту точку. Можно будет что-то сделать. О, обратно телепортируется Шэдоу Хантер. Закупился с видками исцеления. Ну тут, конечно, инфи бесподобно играет. Отличный микроконтроль. Отличное подстраивание по ситуацию. Отличные артефакты ему выпадают. И при этом он покупает еще очень хорошие артефакты. 47 на 57. Преимущество в 10 еды. Сейчас будет достаточно важное сражение. Позиция так себе у Орка. Он не сможет прям ворваться в толпу. Но, с другой стороны, если ремайн будет не так контролировать, как сейчас, например. А нет, смотрите. Нет, не спас. Окей. В итоге четвертый Питворд. Он уже здесь просто машина. Второй крик. Второй сплэш. Он здесь просто разваливает. Надо пытаться кого-то окружить и убить. Но, с другой стороны, как ты окружишь Питворда. Если ты окружишь Питворда, он тебе спасибо скажет. Ну, а тут вот сила заводов. В том, что она закрывает проход. Неужели сейчас будут пытаться окружить? Нет. Пытаются других юнитов убивать, а Питворда держать вне драки. Но это логично. Потому что с Питвордом ничего не сделать. А вот остальных юнитов можно и поубивать. Не убил. А, нет, убил все-таки волчьего усадника. Это хорошо. Маны почти не осталось у друидов. Они не могут поднимать больше воздух Питворда. Но воздух подняли Шедоу Хантера. Но пытаются, в первую очередь, юнитов убивать. Это правильно. Нага теперь, наконец-то, третья. У нее, скорее всего, будет вторая молния. Но я не удивлюсь и второй стреле. Она здесь тоже полезна для того, чтобы выщелкивать юнитов. Все-таки вторую молнию взяла. Шедоу Хантер. Был вынужден использовать цветок телепортации для того, чтобы спастись. Но, как мы видим, вот так вот. И таким образом эльфы могут воевать. Занимая грамотную позицию. Выключая вражеских героев из драки. Но проблема в том, что ему нужна мана для этого. На друиду Ворона. Восстанавливаться она не так уж и быстро, к сожалению. О, тотемы исцеления выпали. Шикарнейший артефакт. Сразу же его используют. Для того, чтобы восстановить свою армию. Копит ресурсы эльф. Как видите, у нее пол-три тысячи золотых монет почти. Строит он дополнительные колодцы. И при этом делает еще гнезда химер. Для того, чтобы перейти в химер как можно быстрее. Чтобы у него как раз появился тот самый урон, который ему так необходим. 58 лимита на 50. Очень сложно здесь будет воевать эльфу, потому что у него отвратительная позиция. Но с другой стороны можно уйти и просто не давать бою, раз у тебя такая плохая позиция. Самое главное не отдать героя. Но там есть жезу. В любом случае героя, если что, спасут. Но здесь уже в этой позиции можно как-то воевать. Потому что узкий проход, можно сделать его еще уже с помощью завода. Нормально. Сейчас будет битва за базу. Ошибка от ремайнда. Он не сделал единение с природой. Так что у него очень мало брони на зданиях. Так что в случае, если он позволит противнику подойти к древу жизни, то древо жизни будет уничтожено. Ну вот так вот пытается выщелкивать юнитов. 57 на 50, правда, его все еще меньше. 2000 золотых монет, 400 дерева. Пытается отойти. Пытается занимать выгодную позицию. Просто тянуть время, потому что он хочет выйти в химер. Это такой лейтовый ультимативный юнит. Сломали завод, конечно. Удивительно, что... А, вот делает берсеркерство, наконец-то. Т3 при этом есть. Интересно, сделает ли он кого-то третьего героя. Пока что не заказывает. Ну так вот и может эльф воевать. Но самое главное, что его враг не знает, что тот выходит в химер. Все, в желтый лимит вышел. Ремайнд. Готовится он очень плотно здесь повоевать. Куча светлячков дополнительных заказывает. Еще колодцы. Самое главное, не забыть сделать единение с природой. А при этом, что немаловажно, разведывает... Постоянно пытается разведать своего противника ремайнд. Смотришь, есть ли у него тут база. Видишь, что эта точка даже не закреплена. Значит, все под контролем. Сумасшедшего экономического преимущества орка нету. И можно как-то жить. И первое... Ну, смотрите на эти ауры. Первое улучшение на атаку готово. Плюс 6 атаки с ауры Кадоя. Или Кода. Просто есть аура по 1, а плюс 2 брони из ниоткуда. То есть мало того, что охотники за головами меньше урона получают, так они еще и просто броню из ниоткуда получили. Халявный грейд на защиту. Третий герой Таурен все-таки выстраивается. Это Таурен. И Таурен может давать тот самый контроль, который и так необходим. Он может давать топот. Раз топот, два топот. И куча друида ворона погибнет на пустом месте. Четвертый уровень Демон Хантера. Пояси у великанов выпал. Куча дополнительного здоровья. Передал ему Тинкеру. Четвертый Демон Хантер. Куча друида ворона. Химеры пока сидят дома. Будет суммарно 4 химеры. Первое улучшение на защиту есть. Делается улучшение колодцам. Очень позднее, правда. Лимиты достаточно равные. Но там просто весь лимит это в химерах. А химер не так уже много. То есть одна химера занимает кучу лимита. О, дополнительную базу ставит эльф. Ну, в любом случае. А где еще химеры? А вот это, конечно, ошибка. Какая-то химера стоит на базе. Какая-то химера летит. Химеру нашли. Ее превратили в стервятника. Но армия далеко. Поэтому нельзя будет кинуть волчь всадником сетку. Он тут пытается прокачать Таурена. О, неужели будет пытаться окружить кого-то? Или того же самого Апиторда? Или просто в воздухе хочет его держать? Ну да. О, как же тут разваливают охотники за головами. Второе улучшение на атаку. Вы просто посмотрите на эту машину. Те же самые химеры будут разваливаться за одно мгновение. Просто без шансов. Ну, тут уж это какая-то идеальная позиция для эльфа. Для того, чтобы что-то показать. Потому что у противника все еще армия, которая контрит его в ноль. Просто в ноль. И ни в коем случае нельзя подставлять химер. Вообще. Ни в каких обстоятельствах. Завод установили. Вроде как и не прикрывает друида Уорона. Неплохо. Но инфи грамотно контролирует. Он не дает подступиться к своим юнитам. Химеры при этом выходят слишком далеко. Эльф сломал свою позицию. Воюет просто общим фронтом. Тетем исцеления установил. Очень хороший контроль от инфи. Он сразу же его сломал. С помощью героя. Тинки разваливается на части. Он съел из свиток зелья лечения. Подлетает сюда Виверна. Но она сразу же умирает. Ошибка безусловная. Демонт Хантер может здесь умереть. Зелья лечения он выпил. Просто по тему фиссерон проходит. Свиток исцеления был использован. Мало здоровья у Питворда. Но у нее есть отвар неуязвимости. Можно как-то жить. Свиток телепортации использует на год. Для того, чтобы спасти своего героя. Но по-моему здесь илитан. Илитан все-таки выживает. Демонт Хантер и выжил. Но в первую очередь из-за тотема исцеления. Он много здоровья восстановил. Но как и мы видим. Все-таки эльфа здесь слишком. Его недостаточно. Ему нужно делать улучшения. Которые он и делает. Теперь у него будет. Третье улучшение на защиту для Химер. Ну и желательно конечно делать улучшение на атаку тоже. Но Химер будет очень много. Пять суммарно. Куча друидов Ворона. Куча ветров. Дополнительно база. А не подожди. Это друид. А? Ее отменили или что? Или это было не древо жизни. А древо войны. Ну да ладно. Не важно. Строят Виверн. Потому что виверны наносят стрелковый урон. Они и против друида Ворона. И против Химер достаточно хороши. Пускай занимают кучу лимита. Но вместе с отравленными стрелами. Да. Они там могут много чего делать. О как же хорошо. Крип джека. Потому что параллельно его крипы атакуют. Но отвратительная позиция у эльфа. Здесь не все герои. Не все юниты. Химеры только подлетают. Светлячки подходят. На передовой находится Демонхантер. У него нет никакой защиты. Поэтому ему нужно быть осторожней. Два свитка исцеления и свиток защиты есть. Можно воевать. Подходят светлячки. Им нужно сжечь всю ману. Желательно. Или как можно больше. Они пытаются сюда подойти. Что-то даже получается. Фокус урон по Демонхантеру. Ему нужно тут как-то отойти. Химеры пытаются расстреливать. Третье улучшение на защиту пока что нету. Эльфа значительно меньше по лимиту. Он просто сыпется и тает на глазах. Светок телепортации правда использует Shadowhunter. Потому что понимает. Что он здесь может многое потерять. А зачем? Ему ману сожгли там. И ничего хорошего. То что будет здесь оставаться нету. Но в любом случае. Как видите. Эльф сыпется на глазах. У него армия. Которую можно назвать как стеклянная пушка. Пытается как-то пробить вражескую базу. Там есть волчьи всадники. Поэтому одна сетка все это исправит. И при этом что немаловажно. Химеры не могут атаковать воздух. Так что очень легко и верно будут справляться. Они убили одну из Виверн. Одну из Химер. Третье улучшение на защиту есть. 32% урона игнорируется. Ультравидение только сейчас заказывается. Древо Вечности будет пересаживаться видимо на базу сверху справа. Золотая шахта Орка тоже закончилась. Он скорее всего будет ставить базу снизу слева. 67 на 78. Третий уровень тинкера. Соответственно он скорее всего взял... Сейчас вообще по-разному играет. Вот второй золот все-таки взял. Некоторые берут еще вторую пассивку. Потому что вместе с пассивкой быстрее будут призываться робогоблины. Что тоже достаточно выгодно. Плюс еще ускоряет скорость передвижения героя. Но увеличение урона от взрыва робогоблинов тоже штука достаточно полезная. Один свиток исцеления. Свитка защиты нету. Свитка телепортации нету. Такое ощущение что в последнюю атаку идет. Здесь дополнительную базу с игрушечного дома вождей ставит. Достаточно плохой завод. Потому что он никого не прикрывает. Но там уже так много юнитов. Что его просто с одной фокус атаки убьют. И ничего хорошего в этом нет. Ну да вот пожалуйста. Робогоблины наносят малый урон. Просто умирают. И из-за этого он наносит урон всем вокруг. Это достаточно выгодно. Так что да. Второй робозавод тоже штука полезная. Древо вечности подходит. Есть единение с природой. Поэтому оно передвигается достаточно быстро. Таурен уже второй. Скоро третий будет. Один свиток исцеления. На каждого игрока. Отвар неуязвимости наконец-то купил. Делает волшебных дракончиков. Специально для того, чтобы воевать с кастерами. И с вражескими героями. Они превращаются в яйцо. И начинают наносить урон всем кастерам вокруг. Лимиты равные. Но при этом у орка сильнее героя. Потому что там почти пятый шедоу хантер. Он будет в драке непосредственно пятым. Здесь будет очень сложно. Еще и улучшения на атаку у химер нету. Это вообще не очень хорошо. Хотя эти пассивки конечно это просто безумие. Еще и пассивка Таурена появилась. То есть быстрее атакуют. Больнее атакуют. И еще и сам защищенный. Просто все есть. Напор джентльмена. Светлячков. А нет взял с собой светлячков. Нормально. Превращается в яйца. Чтобы наносить урон. Башня ставится. Сейчас это одна из ключевых драк. Потому что оба игрока на пике свои силы по сути. Но Орг занимает очень выгодную позицию. Как видите. Он такой в длинный фронт стал. А для него это супер выгодно. Начинает страдать герой эльфа. Там у Тинкера уже нет половины здоровья. У него нет никакого спасения. Правда у Таурена нету больше маны. И это хорошо. Свиток исцеления был использован. Нага также использовал свой свиток исцеления. Очень много юнитов летает в воздухе. Третий уровень у Таурена. Скорее всего он даже пассивку возьмет. А не топот. Потому что маны все равно на него нету. Или он возможно просто планирует что он возьмет его рано или поздно. Тинкер почти не осталось здоровья. Вернет ли его обратно с помощью Жезла. Вроде как нет. Он сам отходит. Но тут с другой стороны убивают Демон Хантера. Его надо с помощью Жезла вернуть. Он не на перезарядке спасается. Да. Ну и как мы видим опять же. Вот эта вот стеклянная пушка эльфа. Просто разваливается на части. Слишком уязвимая армия. И у противника идеальный набор юнитов. Который абсолютно идеально контрит таких юнитов. То есть охотники за головами справляются абсолютно со всеми юнитами противника. Герои которые хорошо с этим справляются. Есть лечение. Есть крик Питворда. Который супер полезен. Есть клиф. Который наносит 90% урона. Ну то есть 90% урона Питворда. Наносит всем юнитам вокруг. Рядом с целью которую атакуют. Это же просто сумасшествие какое-то. И вот тут смотрите сколько атаки. 51-71. Очень много короче. Наверное я не знаю. Я не математик. 61-71. Да. То есть получается где-то 67 урона в среднем наносится. Это сумасшествие просто. Посмотрите на сколько урона Демонхандра наносит. И сравните. Даже при том что у него есть когти и так далее. Такие же артефакты на атаку. Один в один тут. Только при этом здесь нету еще сферы. Кошмар короче. Ну да. Как я и говорю. Питворд очень хорошо скейлится. Войт. 63 лимита на 76. Будет очень сложно здесь что-то придумать. Третий Таурен. У него мана есть. Естественно второй топ отвзял. Так что теперь у него он абсолютно бесподобен. Не знает о существовании дополнительной базы. Но понимает что она здесь должна быть установлена. Потому что основная шахта закончилась. Не будет же Древа Вечности стоять на месте. Так и приходит сюда и достаточно легко ее ломает. Все что я стою с эльфу прямо сейчас. Это бежать на своему противнику. На дополнительную базу снизу слева. И пытаться ее ломать. Потому что он не сможет никак защитить в прямой драке свою базу. Ого. Он ставит стазисные ловушки. Специально для того чтобы армия противника была оглушена. Как только она подойдет. Обидно. А ну. Сработает. Хе-хе. Очень длительное оглушение. Телепортировался сюда орк. Он сломал при этом Древа Вечности. 58 лимита на 80. Шансов нет. Здесь. Но будет до конца драться ремайн. Бороться. Во тварь неуязвимостей. Сучи чего нету. Здесь наиболее установлено. Всего одна химера. Воздух поднимается. Петорд. Светлячки. Пытаются взорваться. У них это получается. Меньше маны стало у противников. У Таурена нет вообще маны. Что очень важно. 43 лимита на 80. Просто кошмар. Поднимается в воздух героя. Но окружает их не самая хорошая идея. Определенно. Особенно Петорда. Но пытаются просто их в воздухе держать. Но даже не могут подойти. К вражеской армии. Потому что они опустятся. Сразу куча урона будет уноситься. О. Убили тролли Берсеркера. Победа. Кстати. Первое улучшение на атаку есть. Но учитывая что есть Аура подиен. То их два. По сути. То есть 19% уменьшение урона. Это сумасшествие просто. Страдает здесь Тинкер. Но в случае чего он быстрый. Он сможет отойти. Самое главное просто вовремя реагировать. Мана была сожжена у Таурена. Умирает завод. И в итоге проигрывает здесь. Ремайнд. И побеждает инфи. Вот так вот. Это ну. Только что мы видели. Наклядная демонстрация. Почему вот эта вот олдскульная стратегия. Через друг до ворона не работает. Причин много. Но. На профессиональном уровне. В турнирном матче. Вы вряд ли увидите эту стратегию. Многие сейчас ноют на эту тему. Почему. Где. Почему мы не можем ее увидеть. Где олдскул. Все дела. Но. Такие дела. Мета меняется. Все меняется. Возможно. В следующих патчах их и вернут. И сделают их опять эффективными. Но. Надо посмотреть. Надо следить за балансом. Ну. И в первую очередь ждать рефоржд. Потому что с рефоржд и связаны много балансных правок. Как я уже сказал. Разработчики планируют раз в три месяца примерно. Выпускать балансные патчи в рефоржд. Что до безумия круто. Так что. Пишите в комментариях. Что вы думаете по поводу этой стратегии. И стоит ли ее возвращать обратно. Ставьте лайк. Для того. Чтобы поддержать канал. Ну. И удачи в плавании. Господь. Спасибо. Спасибо.